Здравствуйте! Чем помыть голову в деревенских условиях? Или же чем удобить волосы, если они вдруг у вас этого жаждут? Лёля очередной эксперимент решила провести. Со вчера где-то, ну днём, не помню во сколько, залила сывороткой в этом контейнере чуть меньше половинки буханки чёрного хлеба. На самом деле это уже был такой слегка подсушенный полусухарик. И вот он в процессе сам развалился у меня, и я его собираюсь блендером поломать им в кашицу. Вообще, в принципе, сочетают с кефиром, с какой-нибудь там настоем трав или ещё с чем-то, просто с водой размачивают, если вдруг какой-то звук услышали. Вот это у меня компьютер включился в соседней комнате. Короче, в детстве мама у меня с бабушкой периодически, но, может быть, ещё не только мне, ещё там мыла голову хлебом. Иногда маски делала хлебные. Чисто, чтобы удобрить мои тонкие жирные волосы. Ну и вот, если эксперимент удастся, то вы узрите это на канале. Однажды, когда позволит, скажем так, техника, не сколько техника, сколько кухонный гарнитур, я всё-таки это, может, сделаю, повторю уже, когда фотик будет на стативе. Вот у меня тут запчасть от моего миксера, та, которая отвечает, оказывается, за блендер, совсем недавно про это узнала. Ну, как недавно, может, месяца два-три. Короче, когда делала алоэ в роли мелко порубленного, дабы, дабыть из него сок, то я узнала, что у меня есть такая фиговина. В общем, вот. Не помню, этот видос я тогда монтировала, выкладывала или ещё не выкладывала. Ну, вот у меня тут кашется. Как я подозревала, что всё-таки у меня было тут мало хлебушком, надо было всё-таки побольше чуть-чуть положить. Или полить немножко поменьше молочное, кстати, сыворотка от коровьего молока, то, может, потом сделаю более густой. Получилось слегка жидковато. В общем, сейчас пойду это на волосы сувать. И шапочкой покрываю, где-то она у меня была. Видимо, я её не здесь положила, чтобы показать. Но обычно такая шапочка для душа. Полгода лежала в упаковке из трёх штук. Точнее, в упаковке три штуки. И вот, наконец-то, я её вскрыла, эту упаковку. Также нам понадобится для смыва хлебного шампуня отвар из трав. Тут у меня мелиса, зверобой и кто-то ещё, если честно, она сейчас... А, мать и мачеха. И что-то ещё такое вот... По-моему, ромашка, судя по тому, что вот оно всплыло. Вообще, в принципе, как бы можно это подогретое процедить. Ну, у меня оно уже со вчерашнего вечера стоит, со вчерашней ночи, можно сказать. И обычно в последнее время окачиваю волосы отваром из трав. Процеживаю, добавляю воды горячей, где-то так развожу, примерно один к двум. И окачиваю волосы уже просто после того, как уже смыла шампунь. Вот сейчас этим же примерно способом только буду смывать уже этот хлебный шампунь. Вот оно у нас ещё в неразбавленном виде. Да, там ещё был лист мородины. Уже когда выливалось это всё, процеживалось. В общем, держала я на волосах ту смесь около 15 минут. Я наносила на сухие волосы по чуть-чуть. Если б, кажется, была более густая, думаю, это было бы удобнее наносить. Ну, в общем, наносила так вот над тазиком, чтобы ванну это всё не засорялось над тазиком. И потом уже одевала шапочку. Шапочка мне попалась, правда, не очень такая хорошая. Ну, слабая резиночка у неё была, хотя как бы новая упаковка. Не знаю, может, она изначально была такая, потому что вряд ли резиночка отслабла от того, что она лежала там месяца три в упаковке. И поверх я уже забинтовала голову полотенцем. Можно каким-нибудь тёплым платком. Но, кстати, вот сам состав на ощупь, он такой слегка мылкий получился. Вот даже когда я наносила на волосы. Так что, думаю, в принципе, если вы не особо куда торопитесь, или у вас, допустим, не тонкие и жирные волосы, а, допустим, толстые жирные волосы, или ещё какие-то другие волосы, или просто волосы, там, какие-нибудь нормальные или сухие, то у вас оно более быстро впитается, я думаю, когда вы уже это будете смывать. И что хочу сказать, если вы куда-то торопитесь, то лучше её использовать в роли маски. И чтобы она была ещё более питательная, и уж конкретно такой маской можно добавить туда какого-нибудь эфирного масла, или просто какого-нибудь питательного масла. Тогда уже просто водичкой её не смотришь, естественно. В общем, сохла она очень-очень долго у меня с шевелюром. И когда окачивают травяным сбором, сохнет она долго, вот. А тут вот даже просто предельно долго. И как бы частями, вот где-то просохла, а где-то не очень. Феном это не спасёт волосы. Просто, видимо, офигеть, как напитываются. И пока они это всё впитают, то до хрена времени пройдёт. Ну, я думаю, что впредь просто пользовать этот вариант действительно как маску для волос. И смывать уже шампунькой. Ну, пока у меня в пользовании 212 удовольствия. Саванри, этот твёрдый шампунь, который уже где-то на... Ну, стал, наверное, на одну, вторую стал всё-таки. Он уже вторая, половинка от него стала, скажем так. Но волосы действительно, в принципе, чистые. Можно сказать, пышные, но они до сих пор у меня всё ещё слегка влажные местами. В общем, вот такой эксперимент. Хлебный шампунь на основе молочной сыворотки из коровьего молока и чёрного хлеба. Всем, так сказать, чистых свежих волос, да, наверное. У нас гроза началась. И куда я собиралась, у меня отложилось уже даже не только потому, что гроза началась, ещё и потому, что очень долго сохли волосы. Ну, как бы лето, они могли бы высохнуть и на улице, но я оставила как бы эксперимент, просто хотела посмотреть, как оно будет. И немножко было рискованно. Ну, немножко сомневалась, что они всё-таки промылись, а начисто. И когда высохнут, действительно, будут пышными и чистыми, а не так свисать сосульками до бесконечности. В общем, всем пока!